Здравствуйте, друзья! С вами Александр Шадов, кандидат философских наук, и сегодня у нас довольно большая лекция, посвященная Францу Брентану и брентонистам. В число брентонистов включаются обычно Гуссерль, Мейнонг, Штумф, Марти, Твардовский, Эренфельс. Собственно, мы пройдемся по всем этим персоналиям и попробуем их все разобрать. Это представляет довольно большой интерес на самом деле. Особенно, если вы интересуетесь темой психологии, и не только, вообще психологизма философии, что тоже довольно интересная тема, и вообще значительная часть этого психологизма философии она и берется с Брентана. И вот опять же Гуссерль со своим психологизмом философии тоже Брентана, хотя там есть определенный момент из критикой психологизма у Гуссерля. Короче, отдельную лекцию по Гуссерлю вы прочитать можете у меня посмотреть на канале, да и в других источниках, соответственно. Может, где-то получше найдете. Сегодня у нас Франц Брентана, соответственно. Так. Франц Брентана – немецкий философ и психолог, провозвестник феноменологии и некоторых идей аналитической философии. Наиболее известен вкладом в философию психологии. В частности, он ввел понятие интенциональности в современную философию. Что, кстати, очень важно, опять же, для Гуссерля и многих других, интенциональность – один из основных терминов. Да, это прям подчеркиваем. Брентану равно интенциональность. То есть, ну, правда, есть нюанс не то, чтобы он ее прям придумал, но это уже другой вопрос. Брентана также внес значительный вклад в различные направления философии, такие как этика, логика, история философии и другие. Важно понимать, что многие свои находки Брентана формулируют через идеи Аристотеля и средневековых схоластов, которые находились под влиянием Аристотеля, ибо в этом и заключается один из академических интересов Брентана. Также термин интенциональность он взял у схоластов, что тоже мы подчеркиваем, как бы, да, не сам он термин придумал, термин взят у схоластов. Брентан известен своей концепцией интенциональности, которая стала центральным элементом его философии. Да, сейчас мы будем обсуждать интенциональность в основном. Интенциональность – это способность сознания направляться на что-то, будь то объект, идея, событие или состояние. Иными словами, любое сознательное переживание всегда направлено на какой-то объект, например, думать о доме, желать счастья, воспринимать красоту. Эта идея интенциональности стала фундаментом для феноменологии Гуссерля и других философских школ, занимающихся исследованиями сознания. В первую очередь, интенциональность служила у Брентана инструментом для развлечения психологических и физических феноменов. Он считал, что психология должна стать наукой, а для этого нужно определить критерии, при помощи которого можно будет различать психологическое и естественно научное исследование. То есть демаркация уже внутренне научная, внутри науки. Демаркация – это разделение. Сознание, согласно Брентана, как его характеризует специалист по австрийской философии Барри Смит, лишено окон. Его связь с окружающим миром весьма ограничена. В основном оно занято изучением имманентных ему предметов. А делать утверждение о внешней ему реальности может лишь с той степенью вероятности. Итак, Брентана определяет интенциональность одновременно и как направленность на предмет, и как отношение к некоторому содержанию. Но нигде в дальнейшем, ни в этой работе, ни в опубликованных позднее не проясняет понятие содержания. У Брентана нет различения между содержанием и предметом. А есть лишь акт представления и предмет, и, как пишет Барри Смит, доктрина интенциональности у Брентана в конечном итоге является ничем иным, как отношением между этими двумя элементами. Феноменология Брентана. Из статьи «Феноменология Брентана» это, да. В основном они разделения психических феноменов на классы Брентана кладет основополагающий признак, присущий всем осознаваемым феноменом, данным в рефлексии. Таковым свойством выступает различный способ интенционального отношения к имманентному предмету, психического акта или различные способы интенционального существования имманентного предмета в сознании. А психические феномены отличаются от всех физических феноменов тем, что им нечто предметно присуще. Поэтому весьма понятно, когда глубокие различия способа, которым у психических феноменов есть нечто предметно, снова образуют преимущественные различия классов между самими психическими феноменами. Психические феномены показывают не более, не менее, как тройное фундаментальное различие. Вот это вот надо подчеркнуть. Различие трёх классов, в общем-то. То, что феномены психические делятся на три основных класса, это вот фундаментально. Первое – интенциональность, запомнили. Второе – три класса. Три класса, собственно, психических феноменов. И это представление, суждение. Ну, они называются следующие либо феномены любви и ненависти, либо эмоции. Тут в зависимости уже от разных факторов. Брентан их по-разному называет. Ну, наверное, лучше эмоции сказать, чтобы более так обобщенно. Всё-таки лекция вступительная. И нам, наверное, вот эти феномены любви и ненависти, они не особо... Мы их не особо здесь будем разбирать, поэтому давайте просто эмоции. То есть, окей, представление, суждение, эмоции. Три коллапсихических класса вот этих самых феноменов. Вот три основных класса. Запомнили, приняли. Интенциональность, направленность, представление, суждение и эмоции. Вот они. Соответственно, мы познали таким образом, ну, не всего Брентана, но вот база. Вот буквально база как бы, да. Теперь разбираем каждый отдельный из них. Всем трем классам психических феноменов присуще еще одно общее свойство. А именно, у всякого психического акта, как внешнего, так и внутреннего восприятия, могут присутствовать все три способа интенционального отношения к предмету. За исключением разве что третьего класса так называемых феноменов любви и ненависти, в скобочках эмоций. Которые могут быть представлены только в акте внутреннего восприятия. Иначе говоря, одно и то же содержание психического акта может переживаться тройным способом. А это означает, что интенциональный предмет может конституироваться как представленный, познанный, желанный, причем даже одновременно. Таким образом, психические феномены трех основных классов часто переживаются во внутренней связи, тесно переплетаясь друг с другом. В классификации психических феноменов порядок классов устанавливается с учетом трех характерных признаков. Относительная независимость, простота и общность. Исходя из этих характерных признаков, определяющих порядок классов классификации психических феноменов, классу представление Брентана предоставляет первое место по отношению к двум остальным основным классам психических феноменов. к вопросу о философии вообще воображения, если что. У меня Брентана, кстати, в моей диссертации не было, а по факту должен был бы быть, на самом деле. Было бы неплохо, если бы он там оказался. Потому что фундаментально, фундаментально. Именно что представление ставится в основании всей вот этой системы разделения феноменов. Причем Гуссерл есть, Хайдеггер есть, а вот Брентана нету. А Брентану здесь самое место, на самом деле. Представление. Простейшее, благодаря тому, что суждение и любовь всегда заключают в себе представление. Представление самое независимое, так как является основанием остальных классов. Наконец, представление, также самое общее, поскольку первичный объект присутствует в сознании способом интенционального размещения, свойственным с необходимостью вообще только представлению. Представление – это психические акты, которые просто представляют объект или содержание в сознании, не утверждая и не отрицая его существование. Например, когда вы представляете себе кентавра, вы не утверждаете, что кентавр существует в реальности, а просто удерживаете в сознании его образ. Представление служит основой для других типов психических актов, таких как суждение и эмоции. Для того, чтобы сделать суждение о каком-то объекте или испытать эмоцию по отношению к нему, необходимо сначала иметь его представление в сознании. Есть образы, представления, мы их всегда представляем, на базе этого всего строится вся остальная наша картина мира получается. Не картина мира, а даже феномены другие будут строиться. И суждение мы делаем относительно представления, и любим-не любим относительно представления, желаем-не желаем относительно представления. Представление оказывается фундаментальным таким кластером. Например, чтобы утверждать, круг существует, нужно сначала иметь представление о круге. Да, опять же, представление. За классом представления следует по порядку класс суждения. Называя представление и суждение мышлением Брентана, однако, не объединяет представление и суждение в один класс мышления, а как раз разделяет их как два различных класса психических феноменов, тем самым подчеркивая в каждом из классов присущее ему своеобразие в отношении к имманентному предмету психического акта. В акте суждения нечто познается, точнее, признается за истинное или отрицается как ложное. Следующее отношение к имманентному предмету возможно как в акте внешнего, так и внутреннего восприятия. Только физический феномен, представленный в акте внутреннего восприятия, познается непосредственно и с очевидностью благодаря тому, что в акте внутреннего восприятия конституируется идентичность познающего субъекта и познаваемого объекта. Так, например, в рефикторном акте я осознаю, что слышу тон. Я, осознающий, выступающий в качестве познающего субъекта, и я, слышащий тон, являющийся здесь уже познаваемым объектом, совпадают при осуществлении интенционального синтеза. Границы последнего из трех основных классов психических феноменов Брентана очерчивает несколько нечетко, называя его то эмоциями, то феноменами интереса, то феноменами любви и ненависти. Ну то есть эмоции, желания, вот такие вот вещи, феномены интереса, феномены любви, ненависти, даже нежелания, есть желание и контр-желание, так скажем, да, нежелание. Желание и нежелание. В каком смысле даже так это можно рассматривать. Так вот, ясно только то, что феномены, попадающие в столь обширный класс, никоим образом не относятся к мышлению, но и полностью независимыми от актов представления и суждения быть не могут. Класс, феномены которого мы обозначили как эмоции, как феномены интереса и как феномены любви, должен охватывать все психические явления, которые не содержатся в двух первых классах. Эмоции должны содержаться в каждом желании, решении и намерении. Интерес показывает любознательность или любопытство. Также каждое желание, надежда, волевое решение есть акт интереса. Очевидно, не только акт представления является предварительным условием акта желания, акт суждения также предшествует акту любви и акту ненависти вообще, и тем более предшествует относительно позднему феномену желания. Их независимость допускается только в ограниченном и относительном смысле. Ну, соответственно, мы сейчас затронули такие две важные, важнейшие, два важнейших аспекта философии Брентана, его психологии. Но теперь надо понять, а что такое, собственно, вот эта самая психология? И вот она, психология с эмпирической точки зрения. Кстати, так и называется один из его текстов, как я понимаю, да? Да, именно, 1874 год, книжка написана «Психология с эмпирической точки зрения». В ней он заложил основы для целого ряда последующих философских и психологических исследований. Это произведение является одним из наиболее влиятельных трудов Брентана и представляет собой попытку сформулировать и обосновать новую науку о психике, основанную на эмпирическом методе. Здесь он вводит учение об интенциональности и трех типах феноменов, собственно, вот в этом тексте «Психология с эмпирической точки зрения». В первом томе книги Брентана ставит перед собой задачу определить предмет психологии как науки. Он утверждает, что психология должна изучать психические феномены, которые он противопоставляет физическим феноменам. Да, вот, естественно, науки изучают физические феномены, а психологические науки – психические феномены. Изучают вот раз-два, раз-два. Разные вещи, да, получается. А психические феномены по Брентану характеризуются интенциональностью, что мы уже обсуждали. Да. Брентан, она ставит на том, что психология должна быть эмпирической наукой. Это означает, что она должна основываться на непосредственном наблюдении психических феноменов, а не на спекуляциях и метафизических построениях. Кстати, тут опять же, понимаете, а что значит быть эмпирической наукой? Является ли это эмпирической наукой в прямом смысле? В том же самом смысле, что естественной наукой-то точно не является, как вы видите. Почему? Потому что естественные науки, они эмпиричны в том плане даже, что проводятся опыты. Опыты проводятся, опыты, да. А Брентан нам, собственно, предлагает анализировать внутренние феномены нашего сознания, опираться на эти самые феномены. То есть, в каком-то смысле, да, какой-нибудь среднестатистический ученый, биолог, химик или кто-то такой, наверное, скажет, что вот то, что предлагает Брентана, не является эмпирическим. Так вот, важно помнить, что это все еще психологический опыт, который тоже можно трактовать, видимо, эмпирически. И на это Брентана у нас на этом пытается базироваться. То есть, в принципе, в каком смысле, да, в каком смысле многие современные представители эмпирических, так называемых, естественных наук, они, скорее всего, такой подход просто не признали за эмпирический. Потому что, опять же, какая-нибудь эмпирическая психология в современном смысле, это скорее исследовать психику внешними методами. То есть, не исследовать сами феномены, потому что феномены эти, ну, лично, вот мне феномены, вот мне, как исследователю-психологу, допустим, мне феномены другого человека психологические недоступны. Ввиду этого я могу исследовать только свои феномены. А научный метод, он как раз будет подразумевать, эмпирический научный вот такой вот метод будет подразумевать воспроизводимость. И ввиду этой самой воспроизводимости опыта, а мы его не можем воспроизводить, то есть, вот кто-то там что-то чувствует, я не могу воспроизвести то, что он чувствует. И ввиду этого, ну, мне остается только руками, как бы, пожать и, типа, и что делать, дальше непонятно. Ну, вы поняли. Так вот, он предлагает использовать интроспекцию, внутреннее восприятие, как основной метод изучения психики явления. То есть, представители современных эмпирических наук такое вряд ли вообще, в принципе, признают. Однако, Брентано подчеркивает, что интроспекция не является безошибочной и должна сочетаться с критическим анализом и проверкой. Да, но тут опять же, да, то есть, тут получается методология, где ты один сидишь, один сам себя изучаешь, получается, интроспекция, да, то есть, интроспекция. Смотрю в себя, в себя смотришь, в общем-то, да, в данном случае. А, как бы, эмпирические дисциплины классические, такие научные, естественные, они направлены, они как бы от третьего лица идут. Есть предмет или объект, есть субъект. Субъект не есть объект, как бы, да, вот тут строгое разделение субъект не есть объект. Там, не знаю, химик изучает химические вещества, физик изучает, ну, допустим, какое-нибудь там движение. Сам физик, он в каком-то смысле есть движение, а сам химик в каком-то смысле состоит из химических веществ, безусловно, но сам химик не изучает чаще всего свои химические вещества личные в его организме. Он изучает что-то чужое и, как бы, проводит какие-то обобщения в данном случае. А интроспекция – это что-то более личное, что-то более вот в самом одном единственном человеке находящееся. И в этом плане, конечно же, являющаяся, ну, так, короче, мне кажется, что современный какой-нибудь сайентист, да и несовременный, такой подход вряд ли признает именно что эмпирическим, в очень похожем смысле, в каком мы это понимаем у естественных дисциплин. Брентана также акцентирует внимание на различия между психологией и естественными науками, но она, безусловно, есть. В то время как естественные науки изучают физические феномены, доступные внешнему наблюдению, психология занимается внутренними, интенциональными актами сознания, что делает психологию особой наукой, которая требует своего собственного метода и подхода. Ну, окей. Вот опять же, многое будет зависеть от определения науки. Тут еще важно понимать, что Брентана, он один из тех мыслителей, которые вот в эту игру по включению того или иного, той или иной дисциплины в список наук, он выступает до того, как появилась нормальная здоровая философия науки. Вообще, в принципе, до того, как открылась серьезная дискуссия о том, а что такое наука, и вот это вот стремление, не знаю, что у Гуссерля сделать феноменологию строгой наукой, что у Фихта сделать философию строгой наукой и так далее, и так далее, и так далее, это все следует понимать как, ну, собственно, я не знаю, такой начальный наивный этап, когда все такие сидят, такие, а давайте сделаем это наукой, давайте это сделаем наукой, вот это должно быть строгой наукой, вот то должно быть строгой наукой. А что такое наука, вообще тогда понятно, особо не было. Да и сейчас уже. Сейчас хотя бы есть философия науки раскрытая, большая, серьезная, где была поставлена проблема демаркации. И решается она по-разному, и мы можем говорить о разных определениях науки и уже думать о том, какая дисциплина какому определению науки соответствует. Раньше оно было устроено совершенно иначе, и слово наука, оно как раз наоборот, не строгое, оно не строгое, совершенно не строгое. Логика в философии Франца Брентана. Помимо того, что он работал с психологией, он также поработал еще и с логикой, что, опять же, для нас очень полезно. Откуда у него все эти наработки с логикой? А вот у него там, вы видели, помните, вот эту штуку, суждение называется, суждение. Вот там вот, да, вот в эту область через психологизм тоже можно и в логику было нырнуть. Так вот, Франц Брентана, хотя известен в первую очередь своими исследованиями в области философии, сознания и психологии, также внес значительный вклад в развитие логики. Его логические идеи были важны как для его учеников, так и для последующего развития философии и логики. Особенно в рамках феноменологической и аналитической традиции. Реформа традиционной логики, да, вот она. Брентана стремился реформировать традиционную аристотелевскую логику, которая доминировала в философии на протяжении веков. Он предложил более психологически ориентированную логику, акцентируя внимание на актах суждения как основе логического мышления. В отличие от традиционной логики, которая фокусировалась на терминах и силогизмах, Брентана считал, что логика должна исследовать сами процессы мышления, такие как суждение, утверждение и отрицание. Суждение как центральный элемент логики, Брентана выделил суждение как центральный элемент логики, рассматривая его как акт, в котором выражается принятие или отрицание чего-либо. Он полагал, что любое логическое утверждение сводится к суждению, а логическая истина зависит от правильности этого акта. Для Брентана суждение было более фундаментальным, чем понятие или термин, что представляло собой значительное отклонение от традиционной логики. Двоичная структура суждений В своей работе Брентана предложил концепцию двоичной структуры суждений, в которой каждое суждение является либо утверждением, либо отрицанием. Он критиковал традиционную логику за сложные формы суждений, такие как категорические и гипотетические суждения, утверждал, что они могут быть сведены к простым утверждениям и отрицаниям. Эта идея оказала влияние на развитие аналитической логики и нашла отражение в трудах его учеников и последователей. Критика существования несуществующих объектов. В своих логических исследованиях Брентана также занимается вопросом существования и несуществования объектов. Он считал, что логика должна исходить из реальных актов сознания и суждений, направленных на реальные объекты. В этом контексте он критиковал учения Алексея Мейнонга о несуществующих объектах, утверждая, что сознание не может быть направлено на то, что не существует. Влияние на аналитическую философию и феноменологию. Логические идеи Брентана, понятное дело, оказали значительное влияние на его учеников, таких как Гуссерль, Тарский и так далее, соответственно, о которых речь пойдет чуть-чуть позже. А также на последователей в аналитической философии. Его акцент на интенциональности и структуре суждений подготовил почву для работы Готлоба Фреге, Бертрана Рассела и Людвига Витгенштейна в области логики и философии языка. Логические наработки Брентана сыграли важную роль в переходе от традиционной к современной логике, интегрируя психологические аспекты мышления в формальную логику. Хотя его идеи не получили такого широкого признания, как его работы в области психологии, философии и сознания, они оказали глубокое влияние на развитие как феноменологической, так и аналитической традиции философии. Его подход к логике, как к исследованию актов суждения и интенциональности, стал важной основой для многих последующих исследований в этих областях. Брентана довольно крупная фигура, действительно. Антология философии Брентана. Франц Брентана развил уникальную онтологическую систему, которая тесно связана с его взглядами на психологию, логику и философию сознания. Его онтология фокусируется на вопросах существования природы, бытия и отношений между психическими феноменами и реальностью. Ниже приводится описание ключевых аспектов его онтологии с указанием на соответствующие тексты и источники. Интенциональность и бытие. Понятие интенциональности, направленности сознания на объект является центральным в философии Брентана, о чем мы уже миллион раз говорили. В своей книге «Психология с эмпирической точки зрения» он подчеркивает, что все психологические феномены обладают интенциональной структурой, направленной на объекты, будь то реальные или воображаемые. Он рассматривает интенциональность как определяющий аспект психических феноменов и как основу для исследования природы бытия. Разделение на реальные и реальные объекты. Брентана различал реальные и реальные объекты. Реальные объекты существуют независимо от сознания, тогда как и реальные объекты зависят от актов сознания, например, мысли, воображаемые существа и математические объекты. Это различие важно для понимания онтологии Брентана, поскольку оно подчеркивает зависимость существования некоторых объектов от интенциональных актов. Кстати, многие в итоге эту концепцию не поддержат. Так вот, критика существования несуществующих объектов. Брентана критиковал идею существования несуществующих объектов, таких как круглый квадрат или золотая гора. В своей книге о разнообразных значениях бытия у Аристотеля он утверждал, что представления о несуществующих объектах не означают, что они существуют. Онтология Брентана ориентирована на реальные объекты, которые могут быть предметом восприятия или мышления. Онтологический статус психических феноменов. В рамках своей онтологии Брентана исследовал статус психических феноменов, таких как представления, суждения и эмоции, о чем мы уже тоже говорили. В книге о происхождении нашего познания о правде и лжи он утверждает, что психические феномены реальны. Реально. Но их существование зависит от интенциональных актов, направленных на объект. Субъективность и объективность. Брентана также рассматривал отношения между субъективностью, личным восприятием и объективностью, существованием независимо от восприятия. В своей работе «Истинные ложные в оценке» он подчеркивает, что истина имеет объективный характер, даже если она выражается через субъективные интенциональные акты. Отношения к философии. Ну, тут важно подчеркнуть, да, что у разных мыслителей разные отношения к философии, и сейчас мы узнаем, что было у Брентана, но тут это можно будет еще тоже обсудить немножко. Так же, как и в отношении естествознания, Брентана дает весьма широкое определение философской науки. К философскому относят те дисциплины, которые прямо или косвенно имеют дело с психическими феноменами. В чем проблема? Ну, я полагаю, далеко не все так называемые философы, ну, вот у нас есть дисциплина «История философии», и в этой дисциплине «История философии» есть, например, такие люди, как досократики, и эти досократики, они, скорее всего, не имели прямой или косвенность. Ну, блин, с другой стороны, понимаете, косвенное отношение к психическим феноменам имеют все люди вообще вместе взятые, вот, а прямое отношение имеет не очень большое количество людей. Если мы говорим о том, что иметь косвенное отношение к делу с психическими феноменами равно быть философом, это практически напрямую означает, что любой человек философ. То есть, не знаю, вот передо мной стоит там воздухоочиститель, и вот у меня представление о нем возникло. Я даже прямо, можно сказать, имею отношение к психофизическим феноменам в данном случае. Ну, такое себе. То есть, в этом плане, в этом плане, ну, понятное дело, что, наверное, речь идет про какой-то процесс рефлексии, про процесс оценки своей собственной психики, психологии и всего остального. Есть люди, которые дают именно такое определение философии. Именно такое определение философии нередко хорошо вписывается в такую основную канву философских исследований, типа там Платон-Аристотель, у Платона есть тексты, вот, Фидона, Душе, у Аристотеля есть целая книжка, которая так и называется, о душе. Есть Декарте, который, в принципе, да, как раз традицию рефлексии развивал у нас в европейском регионе. Есть, соответственно, другие мыслители, типа Канта, у которого тоже рефлексия, это основная, как бы, его фишка. Но если мы выходим за пределы вот этой вот основной канвы, психологизм, рефлексия, 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 у нас вот это отношение философов к рефлексии становится не так очевидно. Ну, кстати, как и отношение философов вот за пределами вот этой основной линии европейской философии, так скажем, да, к логике. Ну, если мы посмотрим на самых популярных мыслителей Европы, то есть, в основном они и за рефлексию за высокую, и за логику за высокую, соответственно. То есть, логики должно быть много, рассуждения должны быть последовательными, они должны соответствовать определенным правилам для начала аристотельской логики, ну, это если мы до аналитической философии рассуждаем, а после уже и формальной логики. То есть, да, основная канва философов в основном придерживалась чего-то похожего до XX века, по крайней мере. Это основная канва. И мы Гегеля, кстати, туда не включили, у Гегеля немножко посложнее здесь будет отношение. Но у Гегеля хорошо отношения с рефлексией, опять же, выстроены. Вообще почти вся немецкая философия – это философия рефлексии. И да, если так поверхностно на все это посмотреть, и ознакомиться именно там с Аристотелем, с предпоследователями Аристотеля в Средневековье, и все вот такое, может действительно сделать вид, что важным критерием определения именно того, что что-то относится к философии или к философским наукам так называемым, вот как здесь написано, да, что это именно критерий чего? Рефлексии, отношения к психическим феноменам, вот это вот все, ну, можно сделать такой вид. Но если мы выходим за пределы вот этой основной тенденции философии, то мне кажется, это уже совсем неправда, и истории философии не соответствуют. Но тут, видите, вот Брентана так это определил. Таким образом, разграничение физических и психических феноменов приобретает у него общую теоретическую значимость. Оно не ограничивается лишь целями обоснования психологии, но использует также в качестве основы для определения границ и единства философской проблематики в целом. Оно включает философию как традиционные дисциплины, которые в силу общности предмета учитывают, в том числе и психические феномены, так и специальные психологические и психологически фундированные исследования. В результате Брентана приходит к эклектическому определению философии, которое сохраняет, с одной стороны, аристотелевское понятие философии как общей науке о сущем. Что, кстати, тоже аристотелевское определение выглядит крайне неправильно. Ну, в контексте того, что мы сейчас скорее тяготеем называть философию, еще лучше сказать, мы называем философию, конечно, очень разные вещи, но при этом, если мы попробуем суммировать то, что для тех людей те идеи, которые мы называем философскими, вот попытаемся их суммировать и определить. Вот определение Аристотеля во всю эту сумму, ну, оно не охватывает всю эту сумму, так скажем. Не охватывает всю сумму того, что мы называем философией, в рамках истории философии, причем очень сильно не охватывает. Другой же дает ей определение на основе дуализма физических и психических феноменов. По сути, картезианский такой дуализм получается. Такая бивалетная позиция выражает, по нашему мнению, попытку Брентана интегрировать во философию традиционную и современную проблематику с учетом той динамичной ситуации, в которой оказалась немецкая университетская философия в 60-х и 90-х годах XIX века. Это время эмансипации, отделения от философских факультетов, естественно, научных дисциплин и вместе с тем возникновение бурного развития таких специальных эмпирических направлений исследования, как социология, экспериментальная психология, экономика, которые еще не оформились в качестве самостоятельных наук и все еще принадлежали к канону философии. В этой связи понятно, почему постоянным объектом рефлексии у Брентана и его последователей становится вопрос о единстве философской науки, который решался путем разграничения двух базисных предметных сфер познания – физических и психических феноменов. Психология при этом оставалась частной эмпирической наукой, получала значение общефилософского основания, поскольку именно ей отводилась задача определения ограничения предметных сфер основных ветвей науки. Теперь брентанисты. Мы закончили с Брентана. Брентана, ну, интересный автор, действительно. Действительно очень важный для философии именно 20-го века. То есть, да, он в конце 19-го, и вот его творчество можно отнести к концу 19-го века и началу 20-го. Но на 20-й век он повлиял прямо очень сильно, и мы это увидим именно через Гуссерля, прежде всего Гуссерлю. Гуссерль повлиял на континентальную философию очень сильно. И при этом брентана повлиял и на аналитическую философию, что также очень круто, интересно, и, соответственно, подчеркивает его важность, влияние, по крайней мере, силу его влияния. И он повлиял на такого известного логика, как Тарский, который, ну, тоже, как бы далеко не последний человек, в общем-то, далеко не последний человек в философии 20-го века. То есть, Брентана оказал влияние на две ветви, в то время как Гуссерль, ну, большую часть влияния скорее оказал именно на континентальную философию. А влияние Гуссерля – это уже влияние на Хайдегера, влияние на Хайдегера, влияние на Сартра и много на кого еще, влияние на постмодернистов. Ну, вы, короче, понимаете, о чем речь идет. Все, в общем-то, здесь вот так вот сложно и переплетено будет, и это все от Брентана растет. Брентанисты. Цитируем статью Селиверстова, ВВ. «Проблема интерпретации и интенциональности школы Брентана». Школа Брентана часто рассматривается историками философии как источник влияния на другие философские системы. Представители Венского кружка отмечают влияние на свои исследования Франца Брентана и его учеников. Львовско-Варшавская философская школа сформировалась благодаря ученику Брентана Твардовскому Казимиру. Наконец, под влиянием Брентана появилась феноменология Эгмунда Гуссерля. Между тем, все эти философские системы и направления развивали брентановские идеи, каждая по-своему, основываясь на выборочных положениях брентановской теории. И здесь первая идея, ассоциирующаяся с Францем Брентана, является идеей интенциональности. Опять же, мы будем повторять слово «интенциональность» миллион раз. Просто смиритесь с этим, миллион раз повторяем интенциональность. Потому что это очень важный термин для философии XX века. И он используется именно Брентану и генеалогически исходит из Брентана. Мы вынуждены на нем концентрировать свое внимание. При этом продолжаются дискуссии о том, что такое интенциональность в текстах самого Брентана и какова его структура. У учеников-интерпретаторов Брентана возник вопрос. Состоит ли схема интенциональности исключительно из интенционального акта и предмета? Или же в нее еще входит содержание представления? Интенциональность – это просто направленность сознания на предмет, который может пониматься по-разному. Или есть еще некоторое содержание, посредством которого мы воспринимаем этот предмет. Ученикам Брентана данное определение не оказалось ясным и однозначным. Поэтому для прояснения этого понятия они продолжили разрабатывать структуру интенциональности в поисках более точного определения. Они обращались к более ранним философским концепциям, в частности к теории Бернарда Бальцана. Позиция Брентана заключалась в том, что никакого содержания представления быть не может. А его ученики один за другим практически все так или иначе проводили различия между содержанием и предметом, опираясь в частности на идеи Бернарда Бальцана, чем вызывали недовольство своего учителя. Давайте попробуем разобрать учеников и последователей Брентана, среди которых множество известных мыслителей. К сожалению, каждый из них будет рассмотрен лишь в общих чертах. Хотя по Гусарлю на нашем канале есть отдельная лекция, в очередной раз говорю. Можете посмотреть отдельную лекцию по Гусарлю. Эта лекция неплохая, соответственно. Здесь мы Гусарля пройдем буквально совсем чуть-чуть, просто потому что мы его уже проходили, материалы на канале есть. Гусарь – важный мыслитель XX века, и он заслуживает куда большего времени, чем мы ему сейчас уделим, и мы уже уделили ему это время. Гусарль – Эдмунд Гусарль, 1859 год, 1938. Основатель феноменологии, разработал философскую систему, направленную на изучение структуры сознания и опыта. Его работа оказала огромное влияние на западную философию XX века. Гусарль начинал как ученик Франца Брентана, и многие его идеи были вдохновлены брентановскими концепциями. Однако между ними были также существенные различия, на которые мы тоже обратим внимание. Феноменология. Гусарль разработал феноменологию как метод философского исследования, целью которого было описать и анализировать непосредственные переживания сознания. В отличие от традиционной философии, которая пыталась объяснить мир через абстрактные понятия и теории, феноменология Гусарля фокусировалась на возвращении к самим вещам. Назад к самим вещам, известный его тезис, когда мы, этот лозунг даже, известный лозунг, который мы связываем с феноменологами. Назад к вещам. Ну, то есть, лучше даже сказать, к явлениям было бы. К явлениям этих вещей. Ну, да ладно. То есть, на изучение того, как явления проявляются в сознании. Вот. Эпохе и редукция. Скептика взята, кстати, да. Один из ключевых методов Гусарля – эпохе, что означает воздержание, приостановление суждения. Гусарль предложил методологически приостановить наши предвзятые убеждения о существовании внешнего мира, чтобы сосредоточиться исключительно на содержании сознания. В результате этого действия происходит феноменологическая редукция, которая позволяет исследовать чистые структуры сознания, освобожденные от предпосылок и предубеждений. Интенциональность. Собственно, следующий пункт. Да, как и Брентано, Гусарль считал интенциональность, направленность сознания на объекты центральным аспектом психических феноменов. Однако Гусарль расширил и углубил эту концепцию, предлагая различать наэму – содержание или объект мысли, и ноэзис – акт сознания, направленный на этот объект. То есть, ноэма. Вот, смотрите, 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 да? Вот объект, вот, собственно, наш акт сознания. Ноэма? Ноэзис. Ноэма? Куда направлено? Нуэзис. Что направлено, да, соответственно? Вот. Этот анализ структуры интенциональных актов стал фундаментом феноменологического метода. Жизненный мир. В поздних работах Гусарля появляется концепция жизненного мира, которая обозначает донаучный непосредственный опыт мира, который предшествует и лежит в основе всех научных и философских абстракций. Жизненный мир – это мир, каким он представлен нам в поседневной жизни, до всякого теоретического анализа. Идея феноменологической философии как строгой науки. Ну, вот я уже об этом говорил недавно. Гусарль стремился сделать феноменологию основой строгой науки, которая была бы абсолютно обоснованной и свободной от предпосылок. Его идея заключалась в том, что феноменология могла бы обеспечить основания для всех наук, исследуя их эпистемологические и онтологические предпосылки. Общая основа, интенциональность. Общая основа именно с Брентана. Это прежде всего интенциональность. Да, Гусарль начинался день интенциональности, предложенный его учителем Брентана. Это понятно. Психологизм и объективность. Понятное дело, тоже для Гусарля здесь свойственны. Брентана был приверженцем психологии как основного метода исследования сознания, что отражалось в его эмпирической психологии. Гусарль, напротив, боролся против психологизма. Ну да, он боролся, я об этом уже говорил, что там были тонкости определённые. Тут важно как бы понять, что всё равно в каком-то смысле философия Гусарля, она связана с феноменальной сферой, а феноменальная сфера, она так или иначе связана с психологической. То есть да, у Гусарля есть конкретно борьба против психологизма. То есть да, попытка свести философию к психологии, психологизм. Но при этом у самого Гусарля внутри философии, у него не то чтобы психологизм, он не то чтобы сводит всю философию к психологии. У него именно психологический аспект очень силён. Вот о чём я хотел сказать ранее. Если есть критика психологизма, я об этом помнил, я об этом заранее уже упомянул, если что, опять же, чтобы каких-то подколов не было, это было упомянуто сразу же. Но при этом психологическая компонента философии Гусарля, она довольно сильна. Гусарль стремился к разработке объективной феноменологии, которая изучала бы универсальные структуры сознания, независимо от индивидуальной психологии. Это было основным разногласием между Гусарлем и Брентаном. Ну и вот важный термин, который отличает Гусарля от Брентана, это феноменологическая редукция и сущностная интуиция. Брентан не использовал метода феноменологической редукции, который является ключевым для Гусарля. Гусарль считал, что только через приостановку суждения о внешнем мире можно исследовать чистую структуру сознания. Он также разработал концепцию сущностной интуиции, которая позволяет интуитивно постигать сущности вещей, что было чуждо подходу Брентана, ориентированному на эмпирическую психологию. Есть общие моменты, есть большая разница. И если поверхность так посмотреть, можно даже периодически не обратить внимание на то, что Гусарль был учеником Брентана. Ну термин «интенциональность», понятно, так или иначе до Гусарля добрался. Феноменология, акцент на феномены тоже. Но многие другие… Вообще сам подход, сам ракурс, которого Гусарль смотрит на феномены, он не совершенно иной, но он довольно отличается. Мы видим такие жесткие отличия. Мы не видим то, что Гусарль был прям, знаете, таким послушным учеником, который дословно воспроизводил учение своего учителя и чуть-чуть его дополнял. Гусарль воспринял некоторые термины фундаментально важные, некоторые понятия, типа понятия феноменологии, феноменов. И феномены, они плюс-минус здесь понимаются хоть сколь-нибудь похожи. Короче, это не феноменология духа Гегеля в данном случае. Феномены здесь понимаются довольно похоже. Если возьмем всю совокупность того, как могли пониматься феномены на протяжении всей истории философии, вот у Гусарля и у Брентана различия в их понимании не так велики. А многие другие зато вещи, методы, подходы, они различаются. То есть Гусарль внес очень много. Гусарль внес здесь очень много. И, конечно же, ввиду этого он один из величайших философов 20 века получается. Действительно. Так вот, Алексиус Майнинг. Австрийский философ и психолог. Известный своими работами в области теории объектов и онтологии. Он был учеником Франца Брентана. Однако его философские идеи существенно отличаются от взглядов учителя, особенно в отношении природы существования и онтологии. Теория объектов. Майнинг развил уникальную теорию объектов, которая является центральной частью его философии. Согласно этой теории, объектом мысли может быть что угодно. Не только существующие объекты, но и несуществующие. Это означает, что даже такие вещи, как круглый квадрат или золотая гора, могут быть объектами мысли и иметь определенные свойства, несмотря на их фактическое несуществование. Майнинг делил объекты на три категории. Сущие объекты, те, которые существуют в реальности. Несущие объекты, те, которые могут быть представлены в сознании, но не существуют в действительности, например, мифологические существа или абстрактные понятия. И просто несущие объекты, которые не имеют никакого существования, но могут быть логически мыслимы. Различие между бытием и сущим. Важный аспект теории майнинга – различие между бытием и сущим. То есть, да, во многих философских течениях бытие, быть, существовать, сущее, существовать – это одно и то же. То есть, для многих людей, когда мы в философии используем термины «бытие» и «сущее», они могут быть равносильны, равнозначны, а у некоторых мыслителей они могут отличаться друг от друга. То есть, здесь многое будет зависеть от того, какому мыслителю вы, в общем-то, апеллируете в данном случае, для того, чтобы эти термины прояснить. Так вот, «бытие» относится к реальному существованию объектов, тогда как сущее включает в себя все, что может быть объектом мысли, включая несуществующие и противоречивые объекты. Это позволяет включать философские рассуждения объекты, которые не существуют в реальности, но могут быть частью наших мыслей и высказываний. Как-то так. Ну, здесь все, в принципе, опять же очевидно. То есть, определенная бытийная иерархия выстраивается, «бытие», «бытие» на самом верху данной иерархии. А есть то, что существует, но существует опосредованно, получается, существует как. Существует как объекты нашей мысли, существует как нечто мыслимое. То есть, здесь существуют, они существуют, но в каком-то особом смысле, получается. Не в смысле, вот там, я не знаю, вот этот предмет передо мной находится, и он существует, онтологически, допустим, в реальности. Допустим, мы наивные реалисты, и вот ножик, который лежит у меня на подоконнике, существует в реальности, предположим. А вот у меня есть образ ножика, вот ножик, который там лежит, с одной стороны. На самом деле, в реальном мире, в мире наивного реализма, он там лежит. И он такой, какой он есть, и он не отличается от себя. А с другой стороны, есть мое представление о ножике. И они, ножик, и мое представление о ножике, имеют, так скажем, разный онтологический статус. То есть, вот этот ножик в рамках непосредственно наивного реализма, он существует без каких-либо пояснений, без каких-либо добавок, он просто существует по-настоящему в реальности. А мой образ ножика в голове, он существует как образ, понятное дело. Предметы второго порядка. Майнинг также ввел понятие предметов второго порядка, к которым относятся отношения, свойства и состояния. Такие как любовь и справедливость. Эти предметы существуют не как физические объекты, а как сущности, которые можно рассматривать и анализировать. Теория майнинга предполагает, что даже несуществующие предметы второго порядка могут иметь смысл и значение в наших мыслях. Ну, смысл и значение они действительно могут иметь. А кто спорит будет? Ну, то есть, тут как-то, знаете, даже спорить странно было бы. Ну, просто иметь смысл и значение в наших мыслях. Ну, не, может быть, кто-то и поспорил бы. Может быть, кто-то и поспорил бы, но, мне кажется, здесь у майнинга будет более выгодная позиция для защиты данного положения. Так вот, роль воображения для майнинга. Для майнинга важную роль играет воображение, формирование объектов мысли. Он подчеркивал, что сознание способно создавать объекты, которые не существуют в реальности, но имеют определенные характеристики и могут быть рассмотрены в философском или логическом контексте. Это делает его подход особенно значимым для логики, эпистемологии и метафизики. Общая основа с Брентана. Интенциональность, понятное дело. Как и Брентана, майнинг считал интенциональность основным свойством сознания. Оба философа утверждали, что каждый акт сознания направлен на какой-то объект. Однако, если Брентана фокусировался на реальных и существующих объектах интенциональности, то майнинг расширил эту концепцию, утверждая, что интенциональные акты могут быть направлены на объекты, которые не существуют в реальности. Теперь различия во взглядах на существование объектов. Одно из ключевых различий между Брентана и майнингом заключается в их подходе к вопросу существования объектов. Брентана утверждал, что сознание не может быть направлено на несуществующие объекты. Если объект не существует, он не может быть объектом мысли. Майнинг, напротив, утверждал, что мысли могут быть направлены на объекты, которые не существуют в действительности, но имеют логическое бытие в сознании. Ну, здесь майнинг скорее прав, опять же. Ну, как скорее прав? Ну, я представляю, вот ножик у меня вот лежит там, да, я делаю себе представление в голове, и я представляю, что это ножик с крыльями. Вот. Я направляю на него свое внимание. Ну, возьмем какие-нибудь очень странные объекты. Круглый квадрат, например, да. Круглый квадрат. Может быть, на круглый квадрат направлена мое внимание и интенциональность. Ну, слушайте, сложно сказать, сложно сказать, потому что его представить себе довольно сложно. Вот здесь, возможно, такие объекты, вот здесь как раз у нас область спора возникает. Насколько мы можем иметь представление о круглом квадрате и направлять на него внимание, если мы его даже представить не можем. Вот у нас понятие круглого квадрата, например, есть, вообразить его мы при этом не можем, и круглый квадрат в реальности нигде не существует. Да, понятное дело. Ну, окей. Окей, 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 окей. Вот здесь Брентано мог бы как бы блокировать легко, именно в этой области. Отношение к небытию. Брентано не признавал философского значения несуществующих объектов. В его понимании существование и интенциональность должны быть связаны с реальными объектами. Майнинг, в свою очередь, считал, что небытие также должно быть учтено в философии, так как даже несуществующие объекты могут быть значимыми для наших мыслей и языка. Так вот. Философия. Следующая тема, да, их расхождение. Философия как наука о возможном. Если Брентано видел философию в большей степени как науку о реальном, то Майнинг расширил ее до науки о возможном, включая в сферу философских исследований не только существующие, но и потенциальные, гипотетические и даже невозможные объекты. Кстати, Майнинг мне в целом нравится. Я сейчас прочитал, и в каком-то смысле многие вещи, которые я говорю о непосредственной философии, и вообще в целом о феноменологии и так далее, о философии языка, даже то, что мы здесь увидели про философию языка, очень сходится с тем, что я обычно говорю. То есть, я не знаю, я какую-то родственность с Майнингом обнаружил внезапно. То есть, мне близок этот человек. Фридрих Карл Штумф. Это следующий ученик Майнинга. Основное направление научной деятельности Карла Штумфа – психологические проблемы восприятия звуковых тонов и связанные с этими проблемами вопросы теории музыки. Штумф рассматривал музыку как уникальный феномен культуры. И поэтому результатом опытов, проводимых натренированными и в интроспективном анализе сознания психологами, например, у Вунта, в качестве заслуживающих большего доверия он противопоставлял свидетельства экспертов-музыкантов. Одним из главных понятий психологии звука Штумфа является сплавление звуков, множественность звуков, которые образуют в сознании слушателей единое, цельное созвучие. При таком подходе диссонанс рассматривается в качестве индивидуализации звуков из этого единства. Штумф внес самый крупный после Гемгольца вклад в исследование психологической акустики. Но в отличие от Гемгольца Штумф выступал против объективных методов исследования, декларируя таким образом идею невозможности жесткого развлечения между физическими и психическими явлениями, что предполагало необходимость изучения в области психоакустики целостных психофизических комплексов. Кстати, ведь важно же тут также подчеркнуть, что почти вся современная наука, она же как бы, она нефедоминологична, так скажем. Она против Брентана, по сути. И когда в психологию приходят непосредственно вот так называемые естествоиспытатели и хотят сделать из психологии естественную науку, ну или просто науку с большой буквы, с фальсифицируемостью, с проверяемыми исследованиями и со всем вот этим вот, ну, они просто пытаются навязать свои методы дисциплины, в которой значительную роль играет интроспекция и вот такие вот вещи, да, то есть изучение психофизических комплексов, феноменов нашего внутреннего мира сознания. Это, к сожалению, лишает нас большого диапазона методов. То есть, если экспансия наук на психологию пройдет успешно, то тут просто тотальный успех будет, мы потеряем, по сути, целую область психологическую со своими уникальными методами, которые, ну, плюс-минус работали, помогали нам много чего описывать и получать некоторые интересные результаты. И мы получим просто еще одну биологию, только это уже будет психобиология. Непонятно, нужно ли это, не нужно. То есть, я не против того, чтобы биологические методы или там нейрофизиологические методы. Иногда использовались психологии, из этого можно получить интересные результаты, их можно по-разному проинтерпретировать. Но я против тотальной экспансии, к которой, мне кажется, все и движется. Как раз противопоставление Штумфа и Гельмгольца, оно вот об этом, мне кажется, как мне видится. И в данном случае я все-таки на стороне, ну, не то чтобы Штумфа, я на нейтральной стороне скорее. Я здесь скорее за то, что мы должны учитывать и те методы, и другие методы. К одному и тому же предмету можно предъявить разные методологии, можно по-разному эти предметы разрабатывать и смотреть, что из этого получится. Да, такой фейерабенд получается у меня здесь. Может быть, не на максималках, но такая фейерабендовская, вот такая вот топика у меня здесь присутствует, плюралистическая. Ну, и мы видим, что Штумф, один из важнейших теоретиков в данной области, внес гигантский вклад. И как бы если бы вот эта вся экспансия наук на другие дисциплины, если экспансия естественных наук на другие дисциплины, она бы продолжалась, тогда бы уже началась, да, началась и была бы так активна, как сейчас. Но на данный момент у нас бы просто не было той психологии, о которой мы говорим, не было бы вообще всех дисциплин практически в том виде, в каком мы их знаем. Штумф заложил основы, основные концепции двух компонентов высоты музыкального звука, согласно которой с изменением одного физического параметра звука, частоты его колебаний одновременно изменяются два психологических признака звука, его тембр и высота. Вот так вот. Карл Штумф первым в истории психологии начал проводить эмпирические исследования в области музыкальных восприятий. Согласно Штумфу, тематическая область психологии подразделяется на три основные части. Феномены содержания чувства или воображения, психические функции восприятия, валения, желания, имманентные отношения между психическими функциями и феноменами. В свою очередь, психические функции по Штумфу подразделяются на интеллектуальные восприятия, разумения и суждения и эмоциональные, эмотивные или аффективные, представленные биполярными отношениями, радость, печаль, желание, отвержение, стремление и избегание. Определенный эмоциональный оттенок могут приобрести и некоторые явления, которые были вызваны чувственными ощущениями. Согласно Штумфу, психология есть пропедевтическая фундаментальная наука, задача которой научное описание, эмпирическое исследование так называемых первичных и вторичных феноменов, а также психических функций, вне зависимости от их причинных отношений. При этом феномены не подлежат сведению к более элементарным элементам в силу присущих им структурных свойств. Окончательное построение психологии по мысли Штумфа должно стать основой всех частных наук о природе и человеке. Штумф вводит понятие ощущения чувств. Это такое явление, содержанием которого является чувство. Также он сформулировал интенциональную теорию эмоций, которая не утратила своей актуальности и по сей день. Он явился автором труда о психологическом происхождении пространственных представлений. Достаточно много внимания Штумф уделил также вопросом истории, философии и этики. Своими исследованиями и разработками Штумф предосхитил не только феноменологию Гуссерля, но и основные идеи гешталь-психологии. Учениками Штумфа были основатели гешталь-психологии Ковка, Вордгеймер, Келлер, который в 1921 году сменил ушедшего в отставку Штумфа на посту директора созданного им института экспериментальной психологии при университете Фридриха Вильгельма в Берлине. А также А.П. Болтунов. Ну вот. Очень много, кстати, действительно, знаете, таких значимых, великих учеников именно Брентана. И Гуссерль. Ну, Гуссерль, не знаю, самый, самый большой из них или все-таки нет. Ну, наверное, влияние на философию все-таки Гуссерль самый крупный из них. Тарский – это человек, который сильно повлиял на логику. Ну, наверное, тоже не самый влиятельный человек в логике. Но вот Гуссерль – самый влиятельный человек в феноменологии. Наверное, бесспорно, да? Когда мы говорим феноменология, мы подразумеваем чаще всего Гуссерля. Редко мы подразумеваем, там, не знаю, античных скептиков, у которых тоже была феноменология. Намного реже мы даже Брентана подразумеваем, хотя у него феноменология тоже была. То есть, когда мы говорим о непосредственно феноменологии, мы говорим чаще всего о Гуссерле, но Брентана также заложил фундамент в создании психологии, как науки. Также огромное, ну, некоторое количество психологов фундаментально важных вышли из-под его крыла, например, Штумф. Это прям, блин, ну, очень важный автор получается. Ну, и Тарский, и вот Антон Марти. Цитирую статью Романа Громова про, собственно, Антона Марти «Философия языка Брентановской школы». Антон Марти – министр по делам философии языка Брентановской школы. Так его назвал один из ближайших учеников Оскар Краус. Этот эпитет отражает не только главную направленность философских интересов Марти, в центре которых всегда находились проблемы философии языка, но и то специфическое место, которое он занял в философском течении, инициированном Францем Брентана. Марти проецирует с небольшими модификациями брентановскую систему наук в сферу языкознания. В исследованиях основания нашей грамматики и философии языка исходным является различие конкретно исторических наук, законы полагающих абстрактных наук. Что, господи, сейчас? Это текст так называется. В исследованиях основания общей грамматики и философии языка исходным является различие конкретно исторических наук и законы полагающих абстрактных наук. Прошу прощения, здесь просто знаки припинания плохо составлены, потому что я копировал это из PDF-файла, и поэтому прочитать это было сложно, извиняюсь. Есть конкретно исторические науки, есть законополагающие абстрактные науки. Первое – это дисциплины, имеющие дело с историей языка, предмет которых образуют исторические индивидуальные факты. А второе – это науки, нацеленные на установление общих и необходимых закономерностей в языковых явлениях. Последние распадаются на две ветви – физиологию и философию языка. Образцом младограмматиков, редуцировавших лингвистические исследования к изучению фонетических изменений, в основу которых они полагали физиологические механизмы. Физиологическими, а нет, философскими, пишет Марти, являются исследования психологов, а также все исследования, направленные на общее и закономерное, которые должны опираться на них и примыкать к ним в том отношении, что их объединение в единых руках вместе с психологическими исследованиями требуется в интересах целесообразного разделения труда. И далее. На основе моего понятийного определения философии мы теперь можем сказать относительно философии языка, что к ней принадлежат все касающиеся общего, незакономерного в языковых явлениях проблемы, которые оказываются объединенными эвристической взаимопринадлежностью в той мере, в какой они либо имеют психологическую природу, либо не могут быть решены без преимущественной помощи психологии. Как видно, в основе его определения философии языка лежит брентановское разграничение естественных наук и психологии. Ну, вообще, в принципе, разделение естественных наук и чего-то еще в истории философии довольно частая штука. Уже у дильты есть такой вот аспект, то есть, науки о природе и науки о духе. Ну, если вообще, в принципе, да, как-то желание сохранить за вот этими науками о духе, науками о языке, психологии, какой-то свой особый, причем не просто особый, фундаментальный и даже фундаментальнейший статус, мы это в истории философии вот такого распределения этих дисциплин замечаем очень часто. Марти выводит за ее рамки проблематику, то есть, за пределы психологии проблематику, связанную с физикалистическими процессами. Отсюда ясно также, почему физиологии или, естественно, научному исследованию языка Марти противопоставляет не психологию как таковую, но в целом комплекс философских дисциплин, имеющих дело с языком. Психология обеспечивает единство корпуса этих дисциплин и является его важнейшей, но не единственной частью. Философия языка делится на практическую и теоретическую. В практическую часть, или как ее называют Марти, гласономию, входят дисциплины, рассматривающие язык с практикономотетической точки зрения. Здесь объединяются нормативные дисциплины, как логика, эстетика, этика, рассматривающие язык в контексте тех или иных прикладных гносиологических, морально-политических, эстетических требований. Теоретическая философия языка включает генетическую и дескриптивную философию языка. Общая схема Марти наук, она следующая. То есть, у нас есть конкретно исторические науки и законополагающие абстрактные науки, что мы уже обсудили. Законополагающие абстрактные науки делятся на физиологию языка и философию языка. В свою очередь, философия языка делится на практическую философию языка, гласономию, то, что мы уже обсудили, и теоретическую философию языка. В свою очередь, теоретическая философия языка делится на генетическую и теоретическую философию языка и дескриптивную теоретическую философию языка. То есть, мы еще раз это повторили, и здесь есть, соответственно, это. Табличка. Вы ее видите? О, вы ее видите даже не отзеркаленную. Вот вам табличка, друзья. Держите. Можете зарисовать, списать ваши, собственно, проблемы. Наслаждайтесь, друзья. Наслаждайтесь. Видите, у нас какой... Да, все. Если что, поставите на паузу и зарисуйте. Как круто я визуал, конечно. Придумал внедрить. Ой, гений. Ой, да сукин сын. Ой, Александр Шадов. Ой, да сукин сын. С отсылкой на Пушкина здесь. Так вот. В основе различия генетической и дескриптивной частей теоретической философии языка лежит брентановское разделение генетической и дескриптивной психологии. Брентана. Исходил из традиционной для начала 19 века классификации наук на объединяющие, каузальные и описательные. К последним относились география, ботаника, зоология, минералогия. Ох, ну да. Он проводит, в частности, аналогию с принятым вплоть до середины 19 века делением геологии на дескриптивную геогнозию и динамическую. И даже называет дескриптивную психологию по аналогии с геогнозией. Психогнозией. Так вот, давайте здесь остановимся. Разделение на объясняющие и описательные науки – это довольно интересно. Но в итоге философия науки, она пошла немножко в другом русле. То есть, если мы берем как бы… Если мы берем разные направления постпозитивизма, а они, наверное, фундаментальные, да и даже просто логического позитивизма, например. Речь-то обычно идет именно про так называемые вот здесь вот описанные объясняющие науки. То есть, там пытались определить именно объясняющие науки, а все так называемые науки, которые назывались описательными, к ним отношение… Ну, они описатели, они теории не строят, они не выводят теории, там, не знаю, верификация – это, ну, как бы это сказать. Сам процесс этих дисциплин является в каком-то смысле верификацией, что ли. То есть, мы берем, мы смотрим, мы описываем, как оно видится, и все. Ну, и может быть, чуть-чуть больше чего-то, да. И для этого не нужен весь вот даже верификационный метод, не то чтобы фальсифицирующий. Какая-то такая фальсифицируемость, она нам здесь не особо нужна. Мы потом в других дисциплинах, вот объясняющих, будем составлять теории относительно этих фактов. Ну, в общем-то, в общем-то как-то так. Так вот, новизна его подхода состояла не в самой классификации, а в переоценке эпистемологической значимости, которая обладает дискрипцией в психологической сфере. Если позитивистки, ориентированные психологи, как Джон, Стюарт, Миль или Бэйн, не относили дискрипцию к познанию в строгом смысле слова, но оценивали ее лишь как вспомогательную и... Так все же записывается, да? Было бы очень печально, если бы 55 минут проговорил, и это все еще не записывалось. Так вот, ее лишь как вспомогательную и подготовительную процедуру, а теоретическое познание отождествляли с каузальным объяснением, то у Брентана она сводилась, она вводится в контексте иной объяснительной схемы. Цель дискрипции, согласно ему, заключается в выявлении базисных простейших элементов психических явлений и установлении возможных способов их взаимосвязи. Однако отношения между элементами сознания описываются им не в терминах каузальных связей, но как отношения взаимозависимости и импликации, взаимная и односторонняя отделимость и неотделимость элементов друг от друга. Иначе говоря, речь идет не о каузальном, объяснении феноменов сознания каузальной, если что причиной. Ну, то есть причина, следственные связи, вот они, кауза, причина. Вот, господи, здесь по контексту понятно, просто вдруг некоторые зрители не знают этого, я просто говорю, вдруг, вдруг, да, вдруг вы не знаете. Вот, кауза, причина, каузальные причины. Не казуальные, а каузальные, каузальные. Казуальные – это когда чувак плохо играет в игры компьютерные, а каузальные – это когда причинный, причинностный какой-то, да, соответственно. Я не знаю, я ударил в домино, бам, с пальцем, причинно-следственные связи привели к тому, что все доминошки упали. Каузальность. Так вот, иначе говоря, речь идет не о каузальном объяснении феноменов сознания, но об экспликации их собственной структуры по существу условий возможностей тех или иных типов предметности. Дескрипция не сводится таким образом к установлению неизменных признаков явлений и их номенклатуры. Цель ее в том, чтобы, прояснив психологические понятия, в том числе установив исчерпывающий перечень простейших данных элементов сознания, затем аналитически, исходя из их собственного содержания, установить возможные и необходимые способы их связи. Дескриптивная психология постулируется как априорная, то есть аналитическая дисциплина, подобная математике, аналитика психологических понятий, которая так же, как математика, теоретическая физика претендует на статус точной науки. В отличие от физиологии с ее каузальным гипотетическим объяснением, основанным на индуктивных обобщениях, дескриптивная психология претендует на установление абсолютно достоверных аподектических истин. Она также логически предшествует генетическому подходу, поскольку последний заимствует у нее психологические понятия. В начале 90-х годов, понятное дело, какого века, если что, да, ну уже понимаете, какого века, да, это, ну, подумайте, хорошо. Работает годов, в работах Марти происходит существенная переориентация, генетическая проблематика вытесняется проблемами общего дескриптивного учения о значении. Его разработку Марти рассматривает как приоритетную цель философии языка. В центре его интересов оказывается теоретическая дескриптивная философия языка или общая симосиология. В систематической форме состоящий перед ней круг задач сформулируется в исследованиях по основанию общей грамматики и философии языка. Язык это органон, цитата, кстати. Язык это органон, который, как любой инструмент, может быть постигнут из целей или задач, которые он должен выполнять. И поскольку симосиология имеет его в виду в качестве средства выражения для психологических процессов в говорящем и соответствующего управления чужой душевной жизнью, то она, чтобы подняться до уровня общего рассмотрения, должна представить требования, которые, говоря просто, предъявляет к языку такая цель сообщения. Коммуникативная теория о значении, собственно, язык, ну вот, коммуникативная теория о значении, так же у него была. Язык является инструментом коммуникации и может быть понят, как всякий инструмент, исходя из целей, которые он должен выполнять. Марти видит эти цели в выражении собственных психических феноменов, их содержания и в осознании влияния на психическую жизнь того, на кого направлено сообщение. Он выделяет на этой основе две базовые языковые функции выражения и значения. Последнее определяется следующим образом. То, что языковое средство имеет значение или функцию значения, к примеру, функцию высказывания, означает для нас таким образом, что оно предназначено и в определенных границах так же способно внушать или склонять следующего к суждению определенного вида. Ура! Мы закончили с Марти. Просто философия языка, особенно даже психология языка, в каком смысле, мне не так сильно интересно. Но вот у нас Казимир Твардовский теперь. 1866-1938. Польский философ и логик, ученик Франца Брентана и основатель Львовско-Варшавской школы, которая оказала значительное влияние на развитие аналитической философии и логики, в том числе в Польше. Твардовский сыграл ключевую роль в формировании польской философской традиции, но при этом его идеи как сходятся, так и расходятся с философией Брентана. Вообще неудивительно. То есть, вот это все-все эти брентанианцы, брентаниане, инопланетяне, это что-то по типу, знаете, гегельянцев. То есть, вот у нас есть гегель, они по типу гегельянцев, именно по отношению к учителю, так скажем. Вот у нас есть гегель, который гегель сам по себе, ну вы поняли, там абсолютный дух, процесс, диалектика, она сама себя как бы, этот абсолютный дух сам себя познает через людей, через процесс истории, там все вот это вот такое. Рефлексия абсолютного духа, сама на себя направлена, через нас, и вот это вот все, да, вот это вся большая-большая-большая сложная модель, бытие-небытие становления и так далее, так далее, так далее. И с другой стороны, какой-нибудь гегельянец, который к гегельянцам очень часто относится, типа Штирнера, который все это буквально отрицает, кроме, наверное, диалектики, и то, мне кажется, он диалектику как некую стилистику изложения мысли в данном случае использует. С другой стороны, там Карл Маркс, который тоже очень близок к гегелю, и как бы в некоторых делениях он может как бы, да, относиться прям к гегелю напрямую. У нас здесь же и Фирбах будет тоже поблизости находиться. Есть ученики гегеля, очень крупные ученики гегеля, вот Брентана и его ученики, вот такая аналогия возникает, именно что вот есть ученик, и потом его есть учители, есть ученики, которые очень сильно от него отличаются, хотя и захватывают некоторые основные его термины. Потому что он даже тот же Штирнер, несмотря на то, что он во многом просто буквально анти-гегель, причем он пытается быть анти-гегелем, антитеза к гегелю, антитезис, он все равно заимствует ряд терминов, он заимствует форму изложения, он заимствует диалектику, то есть не обошлось без этого. Ну, такая вот аналогия как раз здесь возникает. Такое далеко не всегда происходит. Ну, например, вот есть Фрейд, и у Фрейда есть основной пул его учеников, и основной пул учеников Фрейда – это люди с очень похожими на Фрейда взглядами, как бы, прям очень-очень-очень похожими. Нет, есть, конечно, люди, у которых другие взгляды были на все это, на психоанализ, и есть, о деле, уже юнгианство внутри психоанализа, понятное дело. Но мы здесь как бы удерживаем вот эту вот мысль, вот эту вот мысль, согласно которой у нас, собственно, многие Фрейдисты, они как бы не особо стремились отличаться от Фрейда. А бринтанианцы, они, понятное дело, не то чтобы тоже, наверное, стремились прям отличаться от Фрейда, от Бринтана, но отличались при этом. Просто многие Фрейдисты по типу Адлера, они, ну, прям, ну, как бы, ну, как бы, просто продолжение развития, хорошее, качественное продолжение развития изначальной тенденции. Здесь, да, мы берем интенциональность, да, мы берем некоторые понятия, но в каких-то основных моментах люди прям противоречат Бринтана, и это хорошо, это породило много разных философских направлений. Так вот, Твардовский, теория акта и содержания. Одним из главных вкладов Твардовского в философию стала разработка теории акта и содержания. Он различал три аспекта интенционального акта. Сам акт, психологический процесс, содержание, то, что представляется в акте, и предмет, то, на что направлен акт. В этом он развил идею Бринтана, который также подчеркивал интенциональную структуру сознания. Однако Твардовский сделал важное различие между содержанием и предметом, которое отсутствовало в оригинальной концепции Бринтана. Философия как точная наука. Твардовский, подобно Бринтана, стремился сделать философию более научной и точной дисциплиной. Однако, сейчас я выскажу свою позицию, на мой взгляд, это тщетные попытки. И что самое главное, это убивает саму специфику философии как некого порождающего принципа. И если бы философия была в кавычках более строгой, что бы это ни значило, она была бы менее продуктивной. Большая строгость, продуктивная имеется в виду создающие новые разные учения, теории, подходы, разнообразные концепции. Чем более что-то является строгим, тем менее оно продуктивное. Понятное дело, да? Ну или философию надо развить такую своеобразную биполярочку. То есть, на одной стороне своей биполярности она производящая творческая, креативная, прекрасная. А на другой она нетворческая. Она серая, она темная, она логичная, она эмпиричная. Эмпиричная, она не порождает какие-то большие новые смыслы в основной своей массе. Она занимается одними и теми же вещами, она делает это медленно, плохо. И эти в кавычках новые смыслы не такие уж и новые. На самом фундаментальном уровне особенно, если мы смотрим на этот фундаментальный уровень, то они просто не такие уж и новые. То есть, вообще сама попытка, причем философов, причем некоторых философов по типу Брентана, Гуссерля, Фихте, людей, которые реально сделали большой продуктивный вклад в философию, сделать философию строгой, мне кажется, это неуместно для философии. Философия, она для того и нужна, чтобы порождать новые учения, новые подходы, новые дисциплины. Чтобы эти дисциплины потом захватывались некоторыми специалистами, и уже потом эти специалисты делали данные дисциплины более строгими. Как, например, произошло с социологией, с психологией, почти с культурологией какой-нибудь. Это обычно. Если вы посмотрите, опять же, культурологическую дисциплину, в основании культурологии один из авторов фундаментальный лежит Освальд Шпенглер. И он не строгий, он очень не строгий, он вообще очень не строгий с точки зрения своего повествования. И при этом всём он важен, он нужен, он фундаментален, он создаёт метод, разрабатывает метод, он создаёт уникальную теорию культурологическую, серьёзную, интересную. То есть вот это вот стремление к строгой научности, философии, это как бы... Понимаете, не строгость для философии – это не бака-фича. Она так работает, и она всегда так работала. Есть какой-нибудь там Платон, который не до конца строгий, и вот он философ с большой буквы, он порождает смыслы, он невероятен, он крут, на него все ссылаются, его все обсуждают. А есть какой-нибудь Спифсип, который ученик Платона, и который типа тоже, ну как будто бы философ, и он даже перечислен среди философов, у Диогена Лаэртского. Ну а что вы знаете о Спифсипе? Ну потому что просто, ну микроплатоночек, короче, ну да. Какой вклад он в философию внёс? Да никакого большого вклада он не внёс. Вот Платон внёс вклад, Спифсип не нёс, он там дорабатывал, прорабатывал, что-то вот. Есть Аристотель, который философ с своими продуктивными мыслями и идеями, который тоже, да в каком-то смысле он не очень строгий. Опять же, если мы смотрим на те тексты, которые нам достались, да, там есть рассуждения, там есть долгие цепочки, даже рассуждения, это правда, но всё равно все эти работы выглядят как, знаете, учебники скорее. То есть работы Аристотеля, которые до нас дошли, они выглядят как учебники. Ну для этого есть определённое объяснение, понятное историческое, но мы их здесь упоминать не будем. И складывается такое впечатление, что сам Аристотель не был достаточно строг. Но у него были ученики, учеников было много, и они уже были построже, многие из них. То есть опять же, да, есть с одной стороны философское творчество, создание концептов, концепций, системы, философских дисциплин и всего остального. То есть вот она, подлинная, чистая философия, а есть строгость. И если мы выкручиваем строгость на максимум, всё, мы теряем вот первое. Просто потому, что в кавычках строгий человек, он развивает прежде всего репродуктивное мышление, он рассуждает о вещах определённым образом конкретным, он использует конкретные определённые методы, которые ему задали всякие там Брентано, в данном случае, причём Брентано эти методы по сути, ну как, создал, не создал, но проинтерпретировал, внедрил, обновил, сделал большую интеллектуальную работу, и в этом плане он был в каком смысле не строг, да, он был не строг. Он именно что такой первооткрыватель, знаете, такой своеобразный колумб. Вот философ это такой колумб, который врывается в новый мир, и этот новый мир изучает. А другое дело, это человек, который уже на этот изученный мир приходит, строит там дома, отстреливает постепенно индейцев, хотя колумб тоже много кого отстреливал, так-то, ну вы понимаете. То есть нам, с одной стороны, нужны и первооткрыватели, и с другой стороны, нам нужны, собственно, люди, которые будут строги, но проблема заключается в том, что философия – это по преимуществу такая абстрактная вещь, которая именно полнится первооткрывателями, творцами, создателями, людьми с концепциями, вот такими вот, да. И поэтому вот это стремление к строгости, оно мне, например, полностью чуждо. Во-первых, мне оно полностью чуждо. Во-вторых, оно было полностью чуждо большинству философов. Отдельные реальные философы по типу фихты, которые к этому как-то прилегали, мне кажется, они не понимали, о чем они говорили, или просто хотели сказать о том, что вот строго – это как вот я делаю. Вот я сделал какие-то изобретения философии, да, они прямо так не говорили, но это как бы можно переводить, как некоторый такой код. Вот я сделал что-то такое в философии, я сделал что-то такое интересное в философии, и вот это вот строго, и это научно, собственно. Так вот, однако он уделял этот, собственно, Казимир Твардовский большое внимание методологии и логическому анализу, что предвосхитило многие идеи аналитической философии. Да что ж такое? Так, друзья, небольшая пауза, извиняюсь. У меня выключилась книжечка, пока я тут разговаривал с вами, на важную философскую тему у меня выключилась книжечка. Так вот, Твардовский подчеркивал важность четкости и строгости философского языка и методологии, что стало одной из основ Львова-Варшавской школы. Критика психологизма, кстати, да то и у него есть у Твардовского. Хотя Твардовский был учеником Брентана и развивал его идеи, он также критиковал некоторые аспекты философии своего учителя, особенно психологизм. Твардовский утверждал, что логика и теория познания должны быть независимы от психологии, что стало ключевым принципом для его учеников, таких как Ян Лукасевич и Альфред Тарский. Эта позиция отличала его от Брентана, который считал психологию основой для философских исследований. Теперь антология и сущность предметов у Тарского. В отличие от Брентана, который больше фокусировался на психических актах, Твардовский разработал более детализированную антологию, исследуя сущность предметов и характеристик. Он интересовался вопросами существования и природы объектов, отличая реальные объекты от идеальных. Это расширение философского интереса от психологии, кантологии и метафизики также связано с его критикой психологизма. Взаимодействие и расхождение с Брентаном. Понятна интенциональность, обе философы разделяли идею интенциональности как основного свойства сознания, но это тоже очевидно. Однако Твардовский развил эту концепцию дальше, ведя различия между содержанием и предметом акта, о чем мы уже говорили, что сделало его анализ интенциональности более точным и детализированным. Отношение к психологизму мы уже тоже обсудили, Тарский критиковал психологизм, в общем-то, Брентана. И антология и теория познания, где Твардовский уделял большое внимание вопросам антологии и сущностей предметов, чем Брентана. То есть больше внимания. Если Брентана больше сосредоточился на психических актах и их интенциональной направленности, то Твардовский интересовался также природой объектов, их существованием и логическим статусом. Вот так вот. Так вот, последний из имеющихся авторов, которых мы сегодня обсудим, является христиан фон Эренфельс. 1859-1932 года. Был австрийским философом и психологом, учеником Франца Брентана. Ясновоположником гештальпсихологии. Его работы оказали значительное влияние на развитие психологии, восприятия и когнитивной науки. Эренфельс, как и многие другие ученики Брентана, начал свою философскую карьеру под его влиянием, но со временем развил свои собственные оригинальные идеи, которые отличались от учения его учителя. Основные аспекты философии Эренфельса. Гештальт качества. Наиболее известный вклад Эренфельса в философию и психологию связан с концепцией гештальт качеств. Он утверждал, что восприятие не сводится к простой сумме его частей и имеет особое целостное качество, которое возникает из взаимодействия частей. Например, мелодия воспринимается как единое целое, даже если изменить отдельные ноты. Гештальт качества, по мнению Эренфельса, существует независимо от отдельных элементов восприятия и имеют свое собственное значение. Целостность восприятия. Эренфельс подчеркивал, что человеческое восприятие имеет целостный характер, что отличает его от более атомистического подхода, который был распространен в психологии того времени. Это было важным шагом в развитии гештальт-психологии, которая позднее была развита другими учеными, такими как Вартхаймер, Ковка и Келлер, о которых мы тоже уже упоминали. Психология музыки. Эренфельс также занимался вопросами восприятия музыки. Он считал, что музыкальное восприятие основано на гештальт-качествах, которые делают музыку чем-то большим, чем просто последовательность звуков. Его работа в этой области заложила основу для дальнейших исследований в области музыкальной и психологической эстетики. Философия ценностей. Эренфельс также интересовался вопросами ценностей и этики. Он считал, что ценности имеют объективный характер и могут быть исследованы философски, подобно тому, как исследуются природные явления. Его работы в этой области привели к созданию теории, согласно которой ценности восприняты нами интуитивно как особый гештальт-качество. Короче, ценности как особый гештальт-качество – интересная тема, кстати. Интересный подход имеет смысл для аксиологии. Аксиология – философская дисциплина, посвященная ценностям как раз. Взаимодействие и расхождение с Брентаном. Интенциональность – гештальт-качество. Оба философа согласны в том, что психологические акты направлены на объекты. Но это направление или интенциональность является центральным аспектом сознания. Однако Эренфельс развил идеи Брентана, утверждая, что интенциональные акты могут быть направлены не только на отдельные объекты, но и на целостные структуры, гештальты, которые не сводятся к простой сумме их частей. Это отличает его подход от более аналитической и атомистической традиции Брентана. Целостность против атомизма, кстати, тоже. Брентана считал, что сознание можно анализировать путем исследования отдельных психических актов и их направленности. Эренфельс, напротив, подчеркнул важность целостных восприятий, которые возникают из взаимодействия частей, но не сводятся к ним. Это ключевое различие между их подходами. Стало основой для развития гештальт-психологии, которая отвергла редукционизм в пользу изучения целостных структур восприятия. Философия ценностей и психология. Следующее различие. Хотя Брентана также рассматривал вопросы ценностей и этики, его подход был более ориентирован на моральную философию и психологию. Тогда как Эренфельс развил более систематическую теорию ценностей, в которой ценности, рассматриваемые гештальт-качества, рассматривались как объективные и интуитивно воспринимаемые гештальт-качества. Но это интересная, серьезная идея. Ценность как гештальт-качество целостное. Это круто. Это реально продуктивненько. Прикольно. Это делает его философию ценностей более связанной с эстетикой и теорией восприятия, чем с этикой и в традиционном смысле. Эстетика и психология музыки. Брентан не уделял значительного внимания вопросам эстетики и восприятия музыки, в то время как Эренфельс сделал эти темы центральными в своем исследовании. Его работа в области психологии, музыки и эстетики гештальта представляет собой важное расширение психологии, разработанной Брентаном в новой области восприятия и искусства. Еще один автор, который внес значительный вклад в историю философии и прежде всего даже психологии, наверное. Ну что, мы закончили с брентанианцами и Брентаном. На этом мои тексты здесь закончились. Теперь я попробую высказать свою позицию по всему тому, что мы только что услышали. Попробую подвести своеобразные итоги, причем не опираясь, ну, собственно, на конкретный текст, который я заранее составил, то есть без подготовки. Брентаном, очень важный философский деятель. Сейчас будет моя оценочная позиция, прошу подчеркнуть, что Брентаном, несмотря на все его достижения, на всю его невероятную продуктивность, на мой взгляд, все равно не является философом, так скажем, с большой буквы, какими являются Платон, Гегель, Аристотель, Ницше и так далее. Но если мы рассматриваем как философа своеобразного такого третьего уровня, о котором мы уже говорили, Брентаном даже на этом третьем уровне, он очень близок к второму, так скажем. То есть он близок к философу с большой буквы, при этом всем. Причем очень близок. То есть мы уже Дугина разбирали, как вы помните на наших лекциях. Вот Дугин, он подальше, наверное, находится, в общем-то, чем Брентаном. Он тоже мыслитель такого третьего уровня, но Брентаном более значимый. Брентаном ввел больше интересных, уникальных идей, больше интерпретаций интересных ввел Аристотель, интерпретации Аристотеля и средневековых мыслителей. В этом плане Брентан, конечно же, хорош и замечательен, и примечателен. И, что самое главное, Брентан повлиял на огромное количество очень важных философов, многие из которых, особенно Гуссель, они, в свою очередь, повлияли на развитие истории философии. До подготовки данной лекции я с Брентаном был знаком значительно меньше, потому что я его, скорее, больше к психологам относил, и мне читать это было не особо интересно, к сожалению. То есть, я опять же также знал и слышал о том, что Гуссель у Брентана много чему научился, но я как бы уделял этому меньше внимания. Сейчас я, ознакомившись с материалами, прочитав статьи по Брентану, к сожалению, книги я не прочитал для подготовки к данной лекции, прочитав разные статьи о Брентану и не только, я, в принципе, сейчас признаю, что это довольно сильный такой мыслитель третьего уровня, получается, если что, смотрите на мои статьи, материалы по уровням сознания, уровням мышления. Влияние колоссально. Влияние оказано не только на континентальную философию, но и на аналитическую, что, вообще-то, довольно нетривиально. Так-то. Но при этом, как будто бы Брентану всегда в тени. Как-то так получается, да? То есть, когда мы говорим о континентальной философии, и когда мы говорим о величайших деятелях этой континентальной философии, вот у нас, наверное, первым именем всплывает Гуссель, потом уже его ученик Хайдеггер, и потом уже все остальные как-то всплывают. А Брентану, который как бы вот такое вот своеобразное притечи всего этого, он здесь воспринимается как-то... Ну, как-то не так, в общем-то, да? Наверное, о Брентану чаще говорят сами специалисты по философии, причем именно специалисты вот именно в этих узких вопросах, вопросах формирования феноменологической философии и всего остального, потому что с Брентану, вообще, в принципе, вы вряд ли даже с ним столкнетесь в каком-нибудь учебнике по философии. Я вот читал учебники по философии, и про Брентану там было всегда очень-очень мало. В общем-то, мне кажется, что Брентану уделили непозволительно мало времени в разных учебных пособиях, к сожалению. Гуссель, Хайдеггер упоминаются просто в них обычно, просто Гуссель, Хайдеггер, Витгенштейн, Рассел, 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 Витгенштейн, Тарский реже, ну, Тарский реже упоминается, да, то есть для аналитической философии Тарский важен, Твардовский, точнее, Твардовский, а за ним уже и Тарский, важны, но как бы тут почему-то вот эта вот цепочка, она как будто бы теряется в учебниках. И мне кажется, неплохо было бы, чтобы это было во многом восполнено, потому что понимание фенологической традиции, оно очень сильно дополняется пониманием Брентана, его подходу к разделению на три типа феноменов, к его подходу непосредственно к интенциональности, которая станет фундаментальным термином для подавляющего большинства философов именно вот этого направления. То есть это, в свою очередь, выльется еще в экзистенциализм, потому что Гуссель через Хайдегера, Хайдегер уже повлияет на экзистенциализм, среди экзистенциалистов будут люди, которые будут также и феноменологией разбираться, например, тот же Сартер с своей феноменологией воображения, да, то есть в этом плане Брентана как центральная фигура вот этой тенденции, мне кажется, незаслуженно, не то чтобы забыть, незаслуженно замалчивается его влияние, незаслуженно замалчивается его подход и его учение, при том, что конкретно основные моменты его учения, они не смотрятся тяжелыми. Гуссель видится мне несопоставимо более тяжело пишущим авторам, несопоставимо более сложным, чем Брентана. Просто несопоставимо более сложным. При том, что Гуссель как перчатки меняет подходы к описанию феноменологии, то есть у него в одном тексте одни термины используются, в другом тексте вроде бы на то же самое используются другие термины. Гуссель как бы ускользает от читателя, да и сам от себя, видимо, он ускользает постепенно, потому что он пытается все лучше и лучше сформулировать тот подход к феноменологии, который он считает правильным, иногда некоторые тезисы он все-таки отрицает, а иногда просто переименовывает старые тезисы, они с новыми названиями, новыми какими-то описаниями выходят в свет и как минимум пять периодов развития вот этой всей Гуссель гуссельяны, как минимум пять, они ну как бы это сказать, да, то есть читателю со стороны это воспринимать очень трудно, но Гусселя при этом так или иначе мы вспоминаем, мы проходим, мы изучаем, при том, что он на порядок тяжелее, и ну фундаментальный, не фундаментальный, здесь я спорить не буду, но Брентана кажется не менее фундаментальным, чем Гуссель. Брентана на несколько порядков легче, и в учебных пособиях о нем рассказать значительно легче, вот, и к сожалению, к сожалению, Брентана упускается, хотя, еще раз, да, это мыслители, один из немногих, которые повлияли на и аналитическую традицию, и собственно традицию континентальную, то есть и туда, и сюда он смог как бы отправиться, то есть если мы берем Фреге, например, он повлиял преимущественно на аналитическую традицию философии, если мы берем Ницше и Гегеля, они повлияли преимущественно на континентальную философию, ну мы берем просто людей, которые так или иначе близко жили к Брентану, потому что опять же, кто еще повлиял и на аналитическую, и на континентальную, ну Кант, но когда Кант жил, понятное дело, когда жил Кант, очевидно, то есть влияние Канта и на аналитическую, и на континентальную философию бесспорно, Просто Кант жил значительно раньше. Также и Платон повлиял на континентальную аналитическую философию, понятное дело. Имеется в виду мыслители, которые жили в преддверии разделения на аналитическую континентальную философию. В основном оно получилось таким образом. Ну вот есть Киркегор. Ну Киркегор на континенталов повлиял, понятно. Ну есть Фреге, понятно, на кого он повлиял. Есть, соответственно, Мур. Ну Мур тоже, ну преимущественно на аналитиков он повлиял, как бы, тоже очевидно. Какие-то такие сквозные влияния, наверное, промежуточные между континентальной и аналитической философией, они все равно есть. Ну вы сами понимаете, что Фреге, ну кому он интересен был из континенталов, имеется в виду? Кому он был из континенталов интересен и кто его реально обсуждал? Да мало кто. Ну то есть не та тема, соответственно, не тот интерес. И даже когда речь касается философии языка, континенталы несколько по-своему к этому всему подходили. Не с той позиции, что Фреге. И даже близко не с той позиции, что Фреге. И вот у нас в центре всего этого находится Брентана, который повлиял и тут и там, который не просто повлиял на кого-то там, какого-нибудь, я не знаю, Квайна. Допустим, Квайн великий философ, если что, мыслитель своего времени. Но понятно, что Квайн тоже довольно поздний. Не просто там, знаете, на какого-то Квайна, на какого-нибудь там Айра, да, там кого-нибудь еще. Он буквально прям в самую сердцевину, в общем-то, ударил в Твардовского. Потом через Твардовского в Тарского это все по логике, собственно, отдало, да, своеобразным образом. Это предвосхитило работы Фреге тоже определенным образом. И как бы влияние Брентана на континентальную философию абсолютно бесспорно. Из-за Гуссерля. Гуссерль очень важная центральная персона для философии континентальной. Прям вот точка. Точка это как бы важнейший мыслитель вот этого времени. А Брентана и на него повлиял, и на аналитиков повлиял. Ну, и очень нечасто упоминается в учебниках по философии при этом. Чудо. Просто чудо. Я, честно говоря, этого немножко не понимаю. Я этого немножко не понимаю. Ну, просто потому, что это категорически странно. Более того, он еще и на психологию повлиял, что как бы отделе дисциплины. Вот у нас есть конт, который на социологию повлиял и на ее возникновение. Тоже важный мыслитель, важный исторически, важный по своим идеям и мыслям, важный потому, что социология, основатель социологии, по сути. Вот у нас здесь Брентана, который внес гигантский вклад в развитие психологии, сопоставимый с вкладом конта, наверное, в социологию. И конта мы знаем в среднем, да, позитивизм мы знаем. Хотя позитивизм, он в основном развивается в аналитической традиции. Как бы вот есть классический позитивизм, потом начинается уже такая относительно аналитическая философия, логический позитивизм. После логического позитивизма, понятно, там ахизм еще есть, что тоже скорее такое околонаучное что-то. Вот у нас есть потом логический позитивизм, который полностью аналитический. Да и постпозитивизм, он по сути весь аналитический в том плане, что Поппер – это аналитический философ, Кун – аналитический философ, Локатос тоже, соответственно, Фираббент, он формально тоже аналитический философ, он принадлежит к традиции постпозитивизма, он читал всех этих авторов, он их обсуждает, он их критикует, он аргументирует именно вот в этой области. То есть он явно не континентал, Фираббент, в данном случае. То есть вот у нас вот эта вот линия влияния Кунта внутри постпозитивизма, там либо прямое влияние, либо реакция на Кунта, так скажем, либо реакция на реакцию на Кунта, ну вы поняли, вот Кунт и вот эта вот линия развития. С другой стороны Брентана, который не просто повлиял на какое-то отдельное такое ответвление позитивистическое, которое, конечно, менялось, развивалось и много чего интересного сделало. Тут не это столь важно. А Брентана прям повлиял на фундамент, на корень, на саму суть, как бы, и континентальной философии, потому что интенциональность – это один из основных терминов вообще. Даже давайте так, каким термином охарактеризовать континентальную философию XX века? Одним. Какое одно слово очень важное, очень фундаментальное, очень центральное? Ну, слово «феномен», наверное, я бы попробовал внести сюда. Да, наверное, «феномен». Но интенциональность сюда бы тоже вошла, она бы вошла в топ-10, наверное. Если мы будем составлять топ-10 терминов, которые важны и в феноменологию, что самое главное, и в феномены, да, Брентана внёс свой вклад, и, что самое главное, и в интенциональность он внёс свой вклад, да, тут как бы вот такое вот. С другой стороны, его влияние на аналитическую философию есть, но, наверное, оно менее значимо, ну, всё-таки. Но оно есть, оно не маленькое, да, оно есть, оно не маленькое, но оно менее значимое, чем влияние на континентальную философию. И ввиду этого, кстати, обычно, да, Брентана разбирают прежде всего континенталы, насколько я замечал. То есть, он интересен основным континенталам, и то ввиду того, что вот есть великий Гусарль, святой, святой, великий, всемогущий, потрясающий, замечательный Гусарль, если не раньше, действительно важнейшая персона в истории, собственно, философии именно XX века. И по своему влиянию, и по своему значению, и по смыслу своих работ Гусарль хороший, хороший автор, прям центральный. Ну, Брентана разбирается вот именно здесь, и именно в контексте чаще всего Гусарля о нем слышны какие-то такие вот информационные подвижки, что, конечно же, печально. Ну и понятное дело, что Брентана нередко оказывается уделом исследования, ну, прежде всего, историков философии. Вот какой-нибудь, да, историк философии, который занимается либо Гусарлем, либо самим Брентаном, вот он действительно может заниматься данной проблемой. Но почему-то вот в каких-то таких общих курсах именно этому автору уделяется мало времени, на мой взгляд, незаслуженно. Так, ладно. Дамы и господа, спасибо вам большое за то, что слушали лекцию. Большое спасибо за заказ лекции на аукционе. Эта лекция победила в аукционе. Специалистом по Брентану я, понятное дело, не являюсь и ссылался нередко на довольно тривиальные источники, а некоторую информацию генерировал в нейросети и проверял ее, собственно, уже непосредственно через разные статьи, материалы на разных других источниках, чтобы нейросетка не бахнула буллшит. Более того, собрал статей 5 в e-лайбрере по разным темам, связанным с теми или иными авторами. Ну, прежде всего, про Брентана и про его интенциональность. Я это со статьи именно с e-лайбрере зачитывал, то есть фактовские статьи. Ни в коем случае на специалитет здесь, в этой области, на то, что я какой-то мастер по Брентану, не претендую, никогда не претендовал и претендовать не буду, понятное дело. Лекция носит, прежде всего, ознакомительный характер. Лекция вряд ли подойдет для брентанианцев, прям таких вот, да, то есть, ну, понятное дело, что человек, который разбирается в Брентана, он без особых проблем найдет здесь какие-то нюансы, в которых я ошибся, и если что, ну, окей, да, это признано заранее. Что еще можно сказать? Что еще можно сказать? Что еще можно сказать в данном случае? Еще раз большое спасибо. Огромное спасибо Виталию Скорику за заказ этой лекции. По сути, он продвинул эту лекцию в аукционе, и она победила. Всем большое спасибо за то, что донатили на тот самый аукцион. Если что, можете продолжать донатить на аукцион, и в том числе на лекции. Это увеличит шанс того, что мы будем записывать все больше и больше лекций. Мне это более-менее нравится. Вообще, в принципе, лекцию в неделю, лекцию в неделю выпускать я вполне так себе могу, и я не против. Две лекции в неделю уже посложнее, конечно. В этот раз две лекции в неделю. Ну да ладно. В общем-то, как-то так. Да, еще раз, лекция носит общий ознакомительный характер. Если вы, не знаю, какой-нибудь глубокий специалист по философии, у вас был курс по Брентана, человека, который разбирается в Брентана, я вас с этим глубочайше поздравляю, понятное дело. Но это к данному материалу, наверное, отношения никого не имеет. Этот материал предназначен скорее для людей, которые хотят ознакомиться с философией Брентана вообще в целом, либо для тех людей, которые, может быть, хотят вспомнить что-то, что уже произносилось. На какую-то нетривиальность в данном материале я не претендую, безусловно. Нет какой-то претензии на авторство того, что здесь было сказано. Нет какой-то претензии на то, что я какой-то исследователь Брентана. Всё, мы это обговорили. Так вот, всего вам доброго, друзья. Приходите на стримы, смотрите лекции, смотрите материалы на нашем канале. Всего вам доброго, всего хорошего, всего вам самого-самого-самого замечательного. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»